Всем привет! Сегодня я хочу вам показать очень быстрый вариант заправки для салата. Эта заправка отлично подойдет для любых, в принципе, салатов, как просто овощных, так и с мясом. Особенно круто будет эта заправка работать с салатами, в которых есть либо куриное мясо, либо индюшинное мясо. Лично я именно конкретно этот тип заправки для мясных салатов больше всего люблю. Как обычно, если вы не следите за этими видео, то я показываю вам ВП-шные варианты, то есть правильное питание. И, соответственно, эта заправка не будет вредной для вас, то есть и вы от нее не должны поправляться тоже. Еще один очень важный момент. Эта заправка может полностью заменить вам классический майонез в любых блюдах, в которых вы хотите его использовать. Но что важно, именно конкретно домашний майонез я не рекомендую использовать в блюдах, которые готовятся с сырыми продуктами по типу салатов. Потому что основной компонент майонеза это сырые яйца. И я на самом деле очень много случаев знаю, когда люди годами делают свой домашний майонез, всем его рекомендуют, кушают и потом в один прекрасный момент все-таки попадается какое-то зараженное яйцо и человек с сальмонеллой попадает в больницу. Поэтому, если вы майонез используете и термически его обрабатываете, то есть майонез домашнего приготовления для запекания, то здесь как бы никакой опасности нет. Но для сырых ингредиентов я очень рекомендую именно конкретно вот этот рецепт. И давайте я сейчас расскажу, что вам понадобится для него. В первую очередь нам понадобится какая-то основа. В идеале это должен быть греческий йогурт, но как вариант это может быть сметана низкой жирности или йогурт. Йогурт не выбирайте очень жидкий. В идеале, конечно, тоже йогурт лучше сделать самому и сделать вот такую консистенцию, чтобы она напоминала майонез. Дальше тоже нам понадобится соевый соус. Соевый соус, кстати, тоже нужно уметь выбирать. И когда выбираете соевый соус, обязательно смотрите на состав. Чем меньше там ингредиентов, тем лучше будет соевый соус. В идеале в составе там должны быть только соевые бобы, сахар и соль. Все, больше ничего и не требуется для приготовления соевого соуса. Также мне понадобится совсем немножко бальзамического уксуса. Еще я буду использовать обычную горчицу и горчицу по-французски. Конкретно вот эти два ингредиента отлично начинают играть как раз таки в салатах с каким-то куриным мясом или с индюшиным мясом. И если вы делаете только овощной салат, то еще можно добавить какие-то специи. У меня здесь конкретно это петрушка. Приступаем к готовке. Сразу скажу, что я здесь конкретно ничего не мерила, потому что я эту заправку всегда делаю на глаз. Я думаю, вы один-два раза попробуйте и тоже потом будете по своему вкусу на глаз делать. Вот этого количества, которого я здесь налила, в принципе, достаточно для довольно большого объема салата. Следующим ингредиентом идет соевый соус. На такое количество я возьму практически полную столовую ложку. Наливаю его сюда и сразу начинаю немножко перемешивать для того, чтобы посмотреть, хватит мне этого или нет. В этом рецепте заправки я не использую соль, потому что соевый соус достаточно соленый, в принципе, поэтому соли нам и не нужно. Дальше идет бальзамический уксус. Бальзамического уксуса совсем чуть-чуть, потому что он достаточно сильный, дает аромат. Поэтому буквально там пару капелек достаточно для того, чтобы он уже сработал. И мы его в то же время не чувствовали, прям такой конкретный вкус уксуса в салате. Следующим шагом идет горчица. Горчицы я люблю побольше. Я думаю, полной чайной ложки с горкой будет достаточно. И абсолютно такое же количество я буду брать и французской горчицы. Настало время попробовать наш соус. Отлично. Для меня как раз идеальное сочетание немножко такой вот остроты и пикантных вкусов от бальзамического уксуса и от соевого соуса. На этом варианте стоит остановиться, если у вас салат с мясом. Если же мясо вы не используете, я сюда бы еще добавила немножко петрушки. В принципе, если вы любите петрушку, то есть мясом она не повредит. И полезно тоже. Очень вам советую попробовать этот соус. Ну а в принципе и все. Мы быстренько с вами сделали вот такую вот заправку. На самом деле отнимает это буквально 2 минуты. И когда уже находишь свое сочетание идеальное между всеми этими продуктами, тогда это занимает вообще просто одну секунду. Эту заправку я вам рекомендую наливать в самый низ блюда. Потом туда крошить разные овощи, мясо и так далее и тому подобное. А потом из низа вот это вот все руками вот так вот переворачивать. И таким образом все отлично перемешается. То есть не сверху уже поливать конкретно. Хотя можно тоже и сверху буквально вот так вот для декоративного элемента так красивенько полить. Тоже будет очень классно. Надеюсь вам это видео понравилось. Если так и было, не забудьте поставить палец вверх перед выходом и подписаться на мой канал. Мы с вами тогда увидимся в следующих моих видео. Пока! Сегодня я сделаю для вас обзор своего последнего заказа с сайта Faberlic. Давненько я уже не делала такого рода видео. И я думаю, что давайте приступать. Потому что довольно много здесь собралось всего интересного, о чем хочу вам рассказать. Логичнее всего для меня начать объяснение с типа моих волос. Потому что если у вас тип волос совершенно другой, то все о чем я буду рассказывать в принципе не имеет особо смысла для вас. Потому что вам скорее всего этот уход не подойдет.